Дамы и господа, Федерация Кикбоксинга России и секретариат Делового Совета ШОС представляют вам трехраундовый поединок в полутяжелом весе Кубок Стран ШОС Финал! И первым, Всиюга, добро пожаловать финалист Из-за Азербайджана! Встречайте, мама Амразия! Всем привет, я мама Амразия! Быть здесь для меня большая честь. Много говорить не собираюсь, за меня все скажут мои кулаки. Первый финалист в 80-м килограмме Мамад Амралиев, который закатил невероятную просто рубку против китайца Циана в четвертом поединке сегодняшнего турнира. 24 боя уже на счету Амралиева, учитывая как раз этот полуфинал. 20 побед, 5 из них нокаутом, 4 поражения. Был полуфиналистом турнира Татне в 2021 году. Чемпион мира по кикбоксингу по версии King of Kings. В Стамбуле в 22-м завоевал это звание. Все это мы уже сегодня говорили, но вдруг вы присоединились к трансляции на телеканале «Удар» только сейчас. Поэтому на всякий случай повторяет. И еще из регалий Амралиева, наверное, стоит сказать, что он чемпион Азербайджана по тайскому боксу. Очень активен он был сегодня в ринге и выбросил какое-то невероятное количество ударов. И я думаю, примерно четверть из них это бэкфисты. В ринге и выбросил какое-то невероятное количество ударов. И я думаю, примерно четверть из них это бэкфисты, которые практически не залетали уже со второй минуты в бою. Но, тем не менее, Амралиев пытался их донести. Ну и китайец, конечно, очень достойный конкуренции ему составил. Бой один из лучших на этом турнире, безусловно. И насколько свежим сейчас выходит Мамат, это огромный вопрос. Очень интересно понять, Амралиев сможет ли работать так, как работал 3-4 боя назад, поскольку тогда он отдал очень много сил. Нереальный темп задал сам же. И какие там были комбинации? Руки, ноги, колени постоянно. С бэкфистами это все он миксовал, сам прессовал. Короче, Амралиев сегодня уже прыгнул выше головы. Но вот, надо, конечно, поберечь немного сил. Однако с китайцем это было нереально. Этот Циан оказался не робкий парень. Финалиста из Казахстана, который займет красный угол, Кайратбек, Жарикеев. Ас-саламу алейкум. Я Жарикеев Кайратбек. С Казахстана, с города Астаны. Представляю клуб Тубе Топ Тим. Я родом с Ленинграда. Я надеюсь, петербуржцы меня поддержат. Меня радует, что сегодня собрались множество стран, дружественных стран. И это, наверное, будет очень бомбовое зрелище. И я постараюсь показать хороший поединок. Второй финал в рамках Гран-при. Первого победителя мы уже определили. Первый человек, который унес кубок. На этом турнире кубок Страншос мы уже видели. И сейчас определится второй участник. Второй победитель, естественно. И вот мы наблюдаем, как Кайратбек, Жарикеев продвигается. Как он сам сказал, он родом из Ленинграда. И любопытный, конечно, у него был поединок с Николаем Пасько. Сегодня мы видели, как же жестко он зарубал. Два нокдауна в втором раунде. Это было максимально брутально. Этот хайкик до сих пор невозможно забыть. Жарикеев так примеряется. Он не похож совершенно на своего соперника сегодняшнего, поскольку мы видели, как работает Амралиев. Он просто нон-стопом что-то бросает. Жарикеев подходит, аккуратненько ждет. Пытается там цепануть в ответ. Ну и потом в какую-то секунду вкладывается так, чтобы тапки слетели. Коротбек брутально заряжающий товарищ. У нас представитель Казахстана. И сейчас кто-то из них, либо Коротбек Жарикеев, либо Мамад Амралиев, утащит себе второй кубок, который разыгрывается в этом турнире. Кубок Страншос. И все решится в ближайшие секунды. Это у нас уже, друзья, Комейн. Соглавное событие вечера. После этого еще один поединок, буквально с участием Владислава Туйнова. Возможно, вы ждете именно его. Так вот, это следующий бой после этого. Мы видим, что сыграет буквально живой оркестр. На фоне еще в луфту пока можно услышать. Ну а Жарикеев уже одной ногой, можно сказать. В ринге чемпион Казахстана по тайскому боксу, чемпион Азии по ММА, чемпион мира. Не просто складывался полуфинал для Жарикеева, но во втором раунде он сумел отправить дважды соперника в нокдаун. И за счет этого победу себя обеспечил. Сложно сказать. Будет здесь проще или наоборот? Очень многое, конечно, зависит от того, восстановился ли его оппонент по финалу. Представляем вам финалистов и первым бойцам в силу. Ему 24 года. Рост 186 сантиметров, вес 80,9 килограмма. Его профессиональный рябок 20 побед, 4 поражения, 5 побед одержанные нокаутом. Дамы и господа, он чемпион мира по гикбоксингу К.О.К. Чемпион Азербайджана по тайскому боксу и полуфиналист турнира ТАП-НЕФТ. Представляющий Азербайджан, приветствуйте, Мамад Амраль Сыгер. Работает у себя на финалу в красном углу. Ему 33 года. Рост 187 сантиметров, вес 81,5 килограмма. Профессиональный рекорд 8 побед и только одно поражение. Он чемпион Казахстана по тайскому боксу. Чемпион мира страйки ММА и чемпион Азии по ММА. Дамы и господа, представляющие республику Казахстан, приветствуйте Корабек Жарекеев. Казахстан Алга в поддержку Жимина Жарекеева. Я думаю, что этот клич знают и коренные питерцы даже. А сказал, как мы уже знаем в своем ролике, Крабек, что он из Ленинграда родом. Пофактурнее, помышечнее, конечно. Пофактурнее, помышечнее, конечно. Представитель Азербайджана. Аккуратно начинают, хотя вот сейчас вложился в несколько своих ударов и Радбек. Бои обоих дошли сегодня до решения. Сури, интересно, в финале будет ли тоже решение. Или все-таки здесь кто-то нажмет на газ и попробует прикончить соперника раньше отведенной дистанции. На русском языке подсказывают казахскому бойцу, поэтому все мы можем понять. Вот кричатому, что не нужно стоять в углу, и мы видели по поединку Мамада с китайским бойцом в полуфинале. Как он может расстреливать оппонентов, и как может включаться, как взрывается. Но стоит отметить, что сейчас Мамад действует уже по-другому. Совсем не так, как бился в первом поединке. Более вдумчиво, так размеренно. Много он выдал в том бою. Какой коварный удар. Но мы помним, какие хай-кики есть в запасе у бойца из Казахстана. Идет вперед Мамад. Очень неплохо закидывает после комбинации правую ногу. А вдогонку в последнюю секунду тоже залетела все-таки нога в голову. Как они друг друга пытались сейчас зацепить. Явного лидера пока у нас еще нет, но старается прессовать чуть больше Мамад, конечно. Фронт в корпус. Под еще один такой удар хотел Карабек скандрить. Целил в голову. Быстро луки. Такой низкий от Жиркеева. Еще один подряд такой же. Ну, видно, что форсировать никто не хочет. Хотя вот периодически все-таки Мамад выстреливает вот такими атаками. Хотя это, опять же, совсем не тот темп, который был у него же в полуфинале. Но и соперник здесь чуть другой. Позволяет работать Карабек. Да, китаец все-таки был именно как такой танк тоже. Невероятно энергичный, постоянно проще вперед. Но здесь оба могут немножечко подумать, прицелиться. Сделать какую-то более выверенную атаку. Видимо, что Крофер проступил на лицо у Карабека. Подходил Мамад и цепанул его Карабек спереди руки. Периодически пугает Абралиев этими хайкиками. Ну, чаще всего перчатка, защита на месте у Жиркеева. Но приятными эти ударами точно назвать нельзя. Эти удары. Первый раунд закончен. Есть минуты, чтобы отдышаться у обоих. Но Мамад хорош. То есть вот один из главных вопросов, успел ли он восстановиться. Судя по всему, ответ на него – да. Когда ты голая по квартире ходишь И, несомненно, заводишь Нравится мне, когда ты громко хохочешь Неважно, днем или ночью Это нравится мне Нравится мне, когда мы смотрим с тобою фильмы Хоть они и не пильны, и даже во сне Нравится мне, что ты с меня одеяло стянула И меня даже продула Но мне плевать, если я заболей Я сам себе поставить банки сумею И мне никого, блин, не надо Лишь бы ты ходила голая рядом Мне никогда не будет скучно с тобою Я даже в твою честь планету открою Поехали еще два раунда, чтобы определить обладателя Кубка стран Шосс Начинает с хай-кика Карапех, ну вот смотрим, чем ответит Мамад Амралиев Первый раунд я бы отдал Амралиеву Я думаю, что это справедливо Он лучше взрывался, у него были более серьезные попадания Вот как сейчас, например И идет добивать, идет развивать в успех Да, левая зашла, после добавил ногу И посмотрите, какая бешеная комбинация Рэфери отсчитывает И пока Никакого кризиса сейчас нет в его игре Хотя вот был отсчитан нокдаул Несколько минутами ранее И от того хай-кик он, судя по всему, уже восстановился Летит Амралиев Сам попадает, пропускает в ответ И опять дотягивается 30 секунд до конца второго раунда Что, Капу вылетел? Видимо, да, Капу потеряли Сейчас вернут на место, сполоснут Что-то еще угловые успели подсказать Мамаду Амралиеву И тут же он идет вперед Но все по блоку летит Абуря впрыгивает в продолжение боя Амралиев Посмотри, по-прежнему прессует Мамад Амралиев, какой апперкот, а? Готов даже пропускать некоторые удары Мамад, для того, чтобы идти вперед И его атака не прекращалась Периодически улыбается Он Каратбеку, мне кажется, пытается деморализовать его Сейчас фронткиком протыкает Каратбек на руках Один удар из трех Все-таки цепанул, но Глобально маловато, чтобы начать Переламывать ход боя Обнимает сейчас Жирикеев своего соперника Улыбается Ребят на позитиве Амралиев, я что-то крикнул в зал Но 2-0 по раундам забирает сейчас Амралиев Как по мне, так и в этом раунде еще и был нокдаун Соответственно, забирает он уже суперуверенно Значит, Каратбеку поможет только финиш в третьем раунде Да, были определенные проблемы Связанные с разницей в скорости В полуфинале у Каратбека Жирикееву против Николая Паськуна Вот тогда за счет того самого знаменитого второго раунда Сумел переломить Все в свою пользу Боится из Казахстана Здесь пока не получается Но есть еще три минуты впереди Есть третий раунд Смотрим хайлайты Как же здорово И в каком темпе продолжает работать Мамада Амралиев И так, третий раунд Третий раунд, друзья Напомню По моей версии, в этом случае Я, конечно, не судья И не знаю, как они там расцелили Но по моей версии Каратбек сейчас спасет только финиш в третьем раунде В случае, я, конечно, не судья И не знаю, как они там расцелили Но по моей версии Каратбек сейчас спасет только финиш в третьем раунде Но пока финишем не пахнет И, честно говоря, прибавлять Надо практически во всем. Кайратбеку не очень получается у него этот поединок. Может быть восстановился похуже, чем соперник. Да, и тот, и другой провели все-таки по одному поединку до того, как сразиться в финале. Во всеоружии при таких условиях быть нельзя. Продолжает прессинг свой Амралиев. Разноэтажные серии, причем подключают очень много ударов ногами Амралиев. А это ведь энергозатратно. Интересно, пролив. Редко бьет лоу-кики. В основном это либо тип-кики, фронт-кики, либо это хай-кики. Вот сейчас попытка в исполнении Кайратбека контратаковать. Попал, попал несколько раз. Да, Жирякеев сейчас недурно. Пробил по промой траектории пару раз. Постоянное давление от Мамада. Берет он паузы, но это вполне простительно, учитывая, что идет третий раунд. А до этого шесть минут он отработал в великолепном темпе. Ух ты, как буквально оттолкнул в канаты своего оппонента. Но вот вдогонку хай-кик уже не достал. А сейчас хай-кик от Кайратбека. Развел Мамад руками, тут же два раза пытался ретить ногой сам. Улыбнулись ребята друг к другу. И минуту до конца сражения. Через минуту мы определим обладателя Кубка Страншос в этом весе. Да, но и пока все ведет к тому, что этим обладателем будет Мамад Амралиев. Есть, конечно, никакого чуда или форс-мажора не случится. Но это во многом зависит от действий Кайратбека. Расслабился, опустил руку, пропустил хай-кик. А Кайратбек, видимо, жаловался на что-то другое в эту секунду. И не ждал еще разок туда же. Ногу заряжает очень часто правый хай-кик. Мы видим в исполнении Амралиева разозлился. Жирикеев. Виснул. Вроде бы пару шагов назад сделал Мамад Амралиев. И снова идет вперед. Хотя и Кайрат чуть активнее вот на этом отрезке. Но у него просто нет выбора. Просит у главы Кайрата забрать концовку. И он делает все для этого возможное. Но, скорее всего, по итогам 9 минут победителям из этой схватки он не выйдет. Да, совершенно очевидно. Такой поединок, который без особой интриги у нас получился. Походу бы бесы даже не вооружено. Но без особой интриги у нас получился. Походу бы бесы даже невооруженным взглядом. Можно догадаться, кому уходит этот поединок. Кому уходит кубок. Поэтому Амралиев такой довольный идет в свой год. В данную секунду. Так смотришь, вроде бы у Кайратбека еще были силы поработать. Подходит к оппоненту, обнимает его. Ну и Мамад, конечно, тоже доволен. Догадывается он наверняка, что победу дадут именно ему. Ну и поаплодируем Кайратбеку Жирикееву. Великолепный турнир он провел. Тем более, что на своей родине, в Санкт-Петербурге, дрался. О чем он и говорил в ролике перед обоими своими боями сегодня. Продолжение следует... И тогда, мои господа, прежде чем будет отшвучен судейский вердикт, аплодисменты обоим финалистам. Итак, возвращение к раунду финала. Единоклассным решением судей одержал победу и стал обладателем Кубка стран ШОС в полутяжелом весе Мамад Амразии. Е-е-е-е! И он же фото! Ну что ж, нам теперь известен победитель. Это ожидаемо. Мы к этому и шли. А вот Амралиев забирает кубок. Гигантский по размерам. И... Спортсмены друг друга поздравили. Раз чувствовался так Амралиев. Можете это увидеть. Кэррнбек рядом. Общее фото командное. Ну и... Это был девятый поединок в карте, друзья. Два у нас таких мини-грам-при пролетело. Уже. И остается только главный поединок вечера, где Владислав Орловский, бриллиант Туйнов будет биться с... Там с Сяофеном Драконом из Китая. Это случится через пару минут. Там с Сяофеном Драконом из Китая. Это случится через пару минут. Все. Только и все. Отлично. Спасибо. Поздравляю все. Амралиев. Ну и... Конечно, мы подойдем к финалисту. Что сегодня не получилось? Мы так болели за вас. Ассаламу алейкум. Город-герой Ленинград. Я родом отсюда. Я хотел бы сказать пару слов на казахском. Можно? Бздэнг. Хазахстанда. Казахстан. Казахстан. Аллах. Аллаху Акбар. Без бригадис Казахстан. Я проиграл бой, но не войну. Аль-Хамду-Лля. Спасибо. Спасибо вам, шефа Лесленды. Здорово с Санкт-Петербургом. Один важный факт. Победитель гран-при сегодняшнего еще два дня назад не знал о том, что в нем будет участвовать. Он вышел на замену. И вчера прилетел из Баку. Вот такой вот, скажем так, спортивный подвиг. И сегодня он уже поднимает над головой кубок. Спасибо. А мы в ожидании главного события вечера. Санкт-Петербург. Спасибо. Продолжение следует...